Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все мои друзья так хотят, чтобы мы снова были вместе Я говорю, что тебе не нужен такой долбоем Я очень скучаю, но дело даже не в этом Ты святая и тебя терять я не хочу Если б можно было хотя бы оставить... Ребят, ну а я напоминаю, что сегодня последний день, чтобы успеть оформить альфа-карту по моей ссылке и получить возможность забрать один из крутых подарков Поторопитесь! И это самая выгодная дебетовая альфа-карта, обслуживание которой абсолютно бесплатное Без условий и навсегда Она еще и возвращает 10% рублями, а не бонусами Закажите альфа-карту сегодня и получите один из очень крутых подарков от меня и от Альфы А также вы можете получить гарантированную 1000 рублей Переходите по ссылке, там все подробности Самолеты, само-самолеты Вечно улетаем, прям что ненадолго И вновь самолеты, само-самолеты Где тебя на земле, не скажут мне Субтитры сделал DimaTorzok Ребят, спасибо огромное за такое количество сториз с поддержкой Мне так приятно Ой, это конечно какие-то невероятное время Абсолютно Где-то проживаешь какие-то сумасшедшие эмоции Каждый раз они такие разные А что мы сюда-то повернули? Странно Еще раз спасибо-спасибо большое, правда Я сдаюсь Не сдавайтесь Я сдаюсь Не сдавайтесь Я сдаюсь Не сдавайтесь Серьезно, я сдаюсь Минуту, можете меня послушать, сэр? И что там было? Ой, это ты сделала сама Полтора часа А? Полтора часа делала Какая кропотливая работа Пока свет поменять Пока буду коробку наклеить Столько дел, да, Масянь? Угу Где буракал? Ну, чела 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 Придвинься, пожалуйста Ну, что это такое Сидишь за столом Сто раз, как червячелло Уже встала Сколько там? Нам нужен нос Для Вот Обязательно набивать себе рот Тут никто не отнимает еду Здесь на всех ее хватает У нас не цветная вертика? Угу Ну, куда ты вытираешь? Салфетки нет? Салфетки что ли нет? Молодец, что фрукты Ты любишь так много Ешь фрукты Всегда Птичка А, это птичка Я не сразу поняла, что это птичка А что ты поняла? Я не поняла, что это птица Придю Долго ты ее делала? Три часа? Почти два Ты ее ждала все это время? А потом еще она задержалась на полчаса Должна была выйти в семь Ну, у нее должна была закончиться в семь И выйти она должна была в семь Ну, в семь ноль пять В семь девять Вышла она в семь тридцать Всегда на камеру лежит Угу Любитель посниматься Блогер Да? А Веке все время со мной сидит, когда я что-то ем Он совсем не сидит, когда я что-то ем Представляете? Мэри, взгляд несчастный Беть Все думают Что мы тебя тут обижаем А у этой породы собак всегда такой взгляд Пошли, девчонки Я могу абсолютно спокойно снимать себя без фильтров Да? Могу снимать с фильтрами Это мое право Как мне больше нравится Но меня каждый день по телеку показывают Поэтому что мне скрывать Свет выставляется абсолютно по-разному Поэтому каждый раз ты можешь выглядеть Знаете, когда снизу подсветили Вот любят хейтеры Выставлять мою эту фотку Где меня снизу подсветили У меня такое лицо Получилось как у ведьмы Как у мумии Им кажется, что я реально так в жизни выгляжу В жизни я выгляжу хорошо Короче, что я хотела сказать Чем я довольна Сейчас приходили на примерку И мерили меня Так, талия 61 Обалдеть Бедра 85 И грудь 91 Вот это кайф Это я довольна, конечно Совсем дрищик Вот, пожалуйста Для тех, кто просил Ксения, как вы выглядите Я вот так всегда и выгляжу Правда, сейчас не очень хорошо себя чувствую Но при этом Что, к чему, конечно Эти штаны сюда Ну ладно Дома можно походить Мне кажется Что нет Про фигуру Такой истории Красиво-некрасиво Вот Кому-то нравятся Очень худые Да Когда маленькая попка Когда тонкая талия Кому-то нравится Наоборот Когда песочные часы Чтобы была тонкая талия И задница огромная Кому-то Ну, то есть В любом случае Нет каких-то Суперстандартов То есть 90-60-90 Это уже давно Осталось в прошлом И когда пишете Ну так некрасиво И заходишь И понимаешь Что вам некрасиво Потому что у вас Такая огромная задница Это неплохо Когда огромная задница Это, наверное Очень сексуально И красиво Для кого-то Но есть куча мужчин Которым, например Не нравится Огромная задница Им нравится Наоборот Чтобы задницы Не было Или нравится Когда фигура Даже чуть детская Ну, то есть И делать из этого Какие-то стандарты Это абсолютно нелепо Да Есть Когда ты 200 килограмм И у тебя Ты не Бейонсе Да Такая вся в теле У тебя такая Попа огромная Такая Грудь Ты просто Очень любишь Поесть И у тебя Такая Ну Ну Все прям Вот Такое Когда Много Кушаешь Ешь Я чуть Простудилась На льду Поэтому Сегодня Весь день Дома Буду Так вот К чему я Это все Говорила К тому Что Или Например Когда перебор И ты болеешь Анорексией И когда Ты тоже Не ешь Но это тоже Болезнь Извините Когда там Весишь 38 килограмм У тебя Все кости Торчат В любом случае Надо уходить От стандартов Тело Должно быть Подтянуто Это однозначно Но с огромной Оно попой Или с маленькой Это должно быть Там Абсолютно Не важно На мой взгляд Потому что Ты уже Фигурист Все Субтитры Семен Субтитры У меня Вот чуть-чуть Форму Но потом Опять вернусь К тому Что было Это вам Так кажется Что я Мало Вешу Смотрите 40 Ой Блин 49,3 Кстати Пока у меня Появилось Свободное Время Больше Сейчас В интернете Что-то Просматриваю И вчера Смотрела Сторис Одного Блогера Увидела Очень Интересную Практику И сейчас Буду Ее Тестировать Мне Все Такие Вещи Очень Интересны Для Этого курс который называется компас там история о том что после него люди переезжают мечты сбываются получают всякие повышения влюбляются и так далее я точно знаю что у каждого из вас есть мечты поэтому испокон веков люди ищут путь исполнения своих кто-то уверен что наше будущее предопределено и все что нам нужно просто узнать так покажи обувь что показать скажите вот она моя обувь господи ткань извиняйте конечно с нашей погоды реально черные сапоги всегда актуальны здесь кучу обувь здесь туфли басянуськи она вся не помещается обувь поэтому даже даже вот вот так она есть еще здесь короче и очень много и так девочки ничего я сильно не худела просто объем ушел и мышцы добавились и наоборот до проекта было меньше было 45 или 46 килограмм не 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 хоть попа чуть-чуть появилась то ее вообще не было вставлять включительно к себе все остальное это не я так что не надо на меня думать я сам иногда бываю поэтому все что я делаю я выставляю к себе все остальное до свидания и и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Я вам сейчас оставлю и ссылку на Адзон сейчас. Я смотрю, он мне не колет совсем, а потому что здесь хлопок состав. Это очень прикольно. Сейчас если на Валберс разберут, Адзон вам еще ссылочку оставлю. Такой милый, не могу, классный. Продолжение следует... Мне так давно спрашивают про эти шорты, это мои не самых любимые. Ой, я только что не такие же еще заказала, а мне другие. Если вы про эти, то я думаю, что больше нету, девочки. Так нельзя, конечно, говорить, но иногда приятно болеть. Тут так, тут так, тут вот так. Спасибо огромное всем, кто старался. Ну, вообще... Ого! Ой, это же мои любимые. Что ты делаешь? Ну ты идиотина, а? Что там? Я что, воды нету? Давай. А ты ей показывай картинки, Маруся, а она пусть говорит. Не знаю. Пусти. Давай. Мы повторяем экзотические фрукты, какие ты знает. Давай, ты ешь. Кто? Нет. Кто это? Что это? Ежик. Ежик. Ну кто это? Нет, это не ежик. А луча? Нет, не угадала. Кто? На Элу. Леня. Дальше И. И. Ну? Ч. Ичи. Молодец. Леня. Нет. Пошек. Ну пусть прочитает хотя бы. Читай вот вверху. Дурину? Как? Дурина, ты ее читай. Дурин. Риан. Дурин. Дурин. Дальше. Покажи еще вот этот, который только что был. А, сейчас вот этот еще. Ну, даже. А волос? Манго. А сама ты какие знаешь еще фрукты? Экзотические. Манго и кокос. Ты еще любишь его, он желтый внутри. Вот я маму гуглю. Ман гуглю? Ну. У Мей Бойки еще такая песня была. Та-да-на, андидас. А мам, а ты бас? Ну а что, он же тоже экзотический. Я вот это обожаю. О, это как? Ну подожди, покажи, как он называется. Я забыла. А я забыла, как сама, как он называется. Я же тебе вон, наверху. Поиск. А, точно, господи. Что я сама сошла? Ксюша сказала, что не будь со мной общаться, если я не уберу маникюр свой. Я решил снять. Давай покажем. И сделать вот такие, как... Покажи гель для душа. Вот этот люблю, но очень быстро заканчивается. Хотя он прикольный. Вот этот сейчас большой мне нравится. Ну, этот. Это классика. Всегда. Вот еще очень вкуснячек и для душа. Тоже классный. Сейчас вы разберете, потом ему нифига не достанется. Как обычно это... Субтитры сделал DimaTorzok. 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 ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. ДимаTorzok. Очень прикольный. Очень прикольный. Что для меня очень важно, что обязательно должен быть хлопок. Если это не хлопок, то я спать не смогу. Нормально, поэтому... Знаете, вот должно к телу быть очень приятный материал. Это прям обязательное условие для сна. Лично для меня. Выглядит классно. Сейчас могу вам весь рост ее показать. Так они вам. Ссылки сейчас все оставлю, где покупала. Там, кстати, разные. Очень прикольные. Посмотрите, ассортимент клевый. Кстати, я вспомнила, когда я вам вот эту пудру показывала. Вы меня спросите. И я упомянула, что еще гель для умывания у них классный. И меня потом начали спрашивать, что за гель. Боргель, девочки. Вот я его. Очень люблю. Мне вообще сложно подбирать гели для умывания. У меня их куча разных. Но вот этот из последнего мне понравился очень. Прикольный он. Еще есть момент в том, когда много времени проводишь на льду. Стала очень сильно шелушиться кожа. И вот стала пользоваться утром и вечером этим гелем для умывания. Прямо утром встаю, умылась. И так же вечером. Сначала, неважно, в косметике или косметике тоже смыла всю эту историю. Ушли вот эти шелушения кожи. Вот это мне очень сильно помогло. И выровнялся прям цвет лица. Я всегда люблю, когда именно вот гели. Когда вот такие вот, когда есть кремами. Эта история, знаете, вот у меня где-то был. Но сейчас его не найду. Как молочко, что ли. Вот оно нифига не смывает. Не помогает абсолютно. Вот лучше всего, когда все-таки гелевая история. Ну вот у девчонок классный этот продукт. Он мне очень сильно нравится. Прикольный. Я его люблю. Ну, по крайней мере, он мне подошел абсолютно точно. Что ты творишь? Анаконда. Анаконда. Давай еще разок. И тулупчик. И тулупчик. Друзья, вы какой будете заказывать? Одинарный? Тройной? Тройной? Там, соответственно, цены, конечно, отвечают. Да, цены, конечно, от этого валируются. Так, пошли. Пятница вечер. Мечта просто. По-другому не может быть. МРТ. Наконец-то я доехала. Я вышла из лифта и туда мне. Три раза налево сказали. Два. Сюда, наверное. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Осталось совсем чуть-чуть, три дня, чтобы придумать номер. Сложно, конечно. Голосование будет сложно, все будет сложно. Еще номер не видела, уже все плачут у меня там в комментариях, в директе, я тоже плачу. Все такие теплые слова пишут. Блин, боюсь смотреть. Сейчас это... Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я помню радость и смятенье, и гонг твоих прикосновенье, Почти любовь, почти паденье с огнёва. Я знаю тайну одиночества, его загадку и пророчество, И сон, который должен кончиться красивой. К единственному нежному, Бегу по полю снежному, пощадь. Иди туда, иди туда! С днём рождения, с днём рождения, с днём рождения, Браво! Было просто необыкновенным чудом. И в начале как, и всё, было ням-ням-ням-ням, И прыг-прыг-прыг-прыг. Но только вот случился шмяк-шмяк-шмяк-шмяк. Вообще ничего не говори. Парасольник делать. Расольник пора делать. Уже в древне три часа обед. Смотри, как руки делают. Вот так хорошо, Албе. Музыку дать вам? Хорош, давайте, прекращайся. Так можешь, тиктокер? Все, он может. Смотри. Все, пошел. Пошел, пошел. Далеко пошел. Я говорила, что я ничего не надо. Ну, невозможно, невозможно. Мать, ну ты посмотри, что творит-то, твой-то. Вот, просто, я восторг, я восторг. Кстати. А мой что творит? А, вот. Гел, ты видишь вообще, что это происходит такое, а? Ксюша. Фигня? Мы лучше. Стоит выйти нам на лед. Тебе и мне. Огонь. Ну вот смотри, разве это катакет. Вот, смотри. Иногда люди очень строго судят таких больших артистов, которых знает вся страна. У Ксюши есть большой бэкграунд уже 18 или почти 20 лет. Ее знают в определенном образе. Она такая строгая, она такая непредвзятая, иногда бескомпромиссная. А здесь на льду она другая, она уязвимая, она трепетная, она трогательная. Такая, которую мы привыкли видеть. И, конечно же, к ней требования гораздо выше, чем к другим участникам. Я это испытала на себе. В прошлом сезоне я это испытала на себе Оля Бузова. И как будто бы, вот мы должны сразу выйти и кататься безупречно. Человек два месяца на льду. Два месяца. И каждый раз, я уверена, что Ксюша борется сама с собой. Она каждый раз выходит на лед и каждый раз доказывает сама себе, что у нее получится, что у нее что-то выйдет. И не обязательно для этого вершить. Ребята, еще раз хочу поблагодарить всех тех, кто продолжает отправлять СМС-сообщения. Была бы моя боль, если бы они были бесплатными, я бы очень этого хотела. Но, к сожалению, одна СМС-ка стоит денег. Но я хочу вам сказать большое... Спасибо, потому что я вижу, что вы активно голосуете за нашу пару. Хочется отдельно попросить комментаторов, которые против того, чтобы я оставалась в ледниковом периоде, пожалуйста, не лезьте ко мне и в мои комментарии. У меня к вам убедительная просьба. Ладно, я заставляю за собой право агитировать и просить, чтобы меня поддержали. Это моя страница, это мое желание и это мое право это делать. Никак не ваше. Зачем вы в это лезете, я понять не могу. Можете просто оставить меня в покое. Те люди, которые любят меня, которые смотрят, уважайте их, пожалуйста, мнение. Я просто не понимаю, откуда этот хейт в комментариях. Зачем вы вообще ко мне лезете, приходите и отговариваете людей за меня голосовать. Вам что делать нечего. Лучше купите коньки и встаньте на лед. И давайте мы будем судить вас. Спасибо всем огромное за поддержку. Вы знаете, честно, мне очень легко кто-то решил, что я придумала истории про ребро. Это случилось не на этом падении. Оно треснуло еще до. Просто оно побаливало. Я не продавала этому значения. Пошла на МРТ и увидела. Ничего страшного. Я бы хотела все равно продолжить кататься. Дай бог, чтобы все получилось. Надеюсь, что после того, как мы через несколько дней узнаем результаты, у нас все-таки будет шанс еще остаться на леде. Но я обещаю, что буду себя беречь и относиться осторожно. Важная информация для тех, кто успел заказать дебетовую Альф-карту. Не забудьте получить пластиковую карту и сделайте первую покупку до 16 ноября. Кстати, результаты будут уже 23 ноября по моей ссылке. Не потеряйте, пожалуйста, ее. Желаю вам всем удачи и надеюсь, повезет именно моему подписчику. Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok DimaTorzok ДимаTorzok 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 Людям, что спят по ночам, спят по ночам Зачем, скажи нам это самое войно Проветаем мало, долго падаем в воду Так же ты меня мерзишь, так же я тебе надо Девочка, танцуй, все пройдет вскор Разгоняй так вскор, он забой вскор Девочка, служи в конце с этой бой Выживая чувства крепким алкоголь Девочка, танцуй, зато будет все Что-то не везу, ему все вернусь Девочка, служи в конце с этой бой Своим чувством больше не оставишь шанс Самое лучшее приобретение просто этого месяца Это подушка, на которой я сплю и кайфую, умираю Потому что я обычно 33 подушки люблю под себя подгребать Знаете, когда спишь Но тут это что-то лучшее У меня была похожая история во время беременности Но это мега удобно Я просто с ума по ней схожу Прям на нее ложусь Подгребаю под... В сентябре про эти подушки рассказывала Помните? Вот вам моя массажиста не даст соврать Каждый раз, когда она приходит, я ложусь и только на ней делаю массаж Я их просто обожаю Ну, сплю Кстати, остеопаты говорят, что спать надо на боку При этом, чтобы основная подушка была по высоте Как длина плеча, чтобы убрать изгиб позвоночника Вот А другую подушку нужно положить между ног Вот как и вторая есть между ног Я очень люблю уникальные продукты Когда бренд действительно эксперт в своем деле Вот так это выглядит Когда лежишь на боку Это здесь И в обнимку Очень удобно, нереально Спрашивают, когда Ксень, как На Новый год засервировать стол Вот смотрите, какой вариант Прикольный я вам подготовила Как вам такое? Смотрите, какие красивые тарелки Нереальные Прекрасная история А больше всего я в восторге была вот от этих часов Они светятся Нужно вот такие красивые Еще обыграть эту историю Такими красивыми, прикольными часами И отдельно хочу сказать про эти бокалы для вина Посмотрите, какие необычные Вот это фирма Кюхенленд Я думаю, вы все о ней прекрасно слышали и знаете Очень красиво все получилось Девочки, делитесь потом вашими новогодними Столами, как у вас все вышло Ну, мне очень нравится Изумительно просто очень красиво получается Скоро Новый год Ну-ка, вот убирай людей с лавочки, дворник Почти авария Давай, Димасик Покажи все по красоте Анаконда же есть Мяу, анаконда мяу Эрица муском пола Не сходит глаз с пола А я там гордо танцую Она Играя на грани фол Ты сделал больно мне снова Я знаю, что Виновата сама Не сходит душу и тело Так сильно тобой заболела И вот теперь на туру опять Случат минурные треки на этой дискотеке Я начинаю тебя забывать Под грустным тест я отпускаю нашу любовь Закружила так, что не верится Может быть вся жизнь переменится Закружила так, что танцуются Девочками для парень улица Закружила так, что не верится Может быть вся жизнь переменится Закружила так, что танцуются Девочками для парень улица Не такая как все, ты не с этой планеты Закружила так, что танцуются Девочками для парень улицы Закружила так, что танцуются ПОДПИШИСЬ! Что происходит? Просто женщина с палкой за ней бегает Другая женщина Мортал комбат ФАЙТ! ФАЙТ! Укин Даааа Ч �inda П icоп И ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА